Бисмиллах, альхамду лиллах, салату ассаламу аля расулиллах, аля алихи и асхаби, аману аля мабаад. Последняя глава в китабу Тагар называется Бабуль Хайд, глава о менструальном периоде. Говорит Аль-Хайду, дамун, джа'аляху Аллаху Та'ала мин рахматии, вахикматии и фирахимин мар'а. Говорит Аль-Хайд, это кровь, которую установил Всевышний Аллах, по своей мудрости и по своей милости, в шреве женщины, то есть в матке женщины. И установил эту кровь как кормление для плода, то есть когда женщина беременна, а когда она родит, то эта кровь превращается в молоко, которым она кормит грудного ребенка. Видишь, для того, чтобы кормить маленького ребенка. Значит, кровь менструальная, когда женщина беременна, то этой кровью менструальной питается плод. Когда плод рождается и становится грудным ребенком, кровь менструальной женщины превращается в молоко, которым она кормит этого ребенка. Говорит, Если же женщина не является ни беременной, ни кормящей, то выделяются, говорит, остатки этой крови из этой женщины в определенные времена. Поэтому, говорит, беременная, а также кормящая женщина, редко у нее бывает менструальный период. То есть менструация у беременной и у кормящей бывает редко. Почему? Потому что во время беременности кровь превращается в питание для плода. А во время кормления ребенка кровь превращается в молоко. Понятно ли нет? А когда женщина не беременная и не кормящая, соответственно, этой крови некуда деваться, и она выходит в каждый определенный период. Обычно каждый месяц. Говорит, И вместе с выходом этой крови связаны, говорит, или так, И с выходом этой крови связаны определенные постановления относительно определенных поклонений в шариате. То есть это, иншаллах, ясно и понятно. Теперь вопрос к вам. Почему слово хамиль и слово мурда пишется без тамарбута на конце? То есть без обозначения женского рода. Хамиль, беременный, переводится на русский язык. Почему? Потому что словом хамиль и словом мурда могут обозначаться только женщины. То есть мужчина не бывает ни беременным, ни кормящим. Поэтому от этой буквы Т, тамарбута, нет никакого толку, нет никакого смысла. И арабы не ставят буквы, если от нее нет смысла. Говорит о хадису Тася ва саласун. 39-й хадис в нашей книге. Ан Аиша, ради Аллаху Анга, Анна Фатима, Табинта Абихубейшин, Салятин Набия, Салаллаху Алисаляма, Факалят. Пришел хадис от Аиши, ради Аллаху Анга, о том, что одна из женщин, из подвижниц, которую звали Фатима бинт Абихубейш, задала вопрос пророку Салаллаху Алисаляма и сказала, «Инни устахаду фала адхуру». У меня происходят постоянные кровотечения, и я от них не очищаюсь. А фаада у салата, прекратить ли мне совершать намаз, или совершать намаз, несмотря на то, что у меня происходит кровотечение. Факаля, и тогда пророк Салаллаху Алисаляма сказал, «Ла, инна залики Ирхун». Сказал, нет, то, что выходит из тебя, это всего лишь Ирк. Ирк это что такое? Ирк это в основе своей сосуд, кровеносный сосуд. Пророк Салаллаху Алисаляма имеет в виду, что это кровь, которая выходит из тебя постоянно, это не менструальная кровь, но кровь, которая называется Истихада, то есть постоянные болезненные кровотечения женщины. И здесь у тебя можете отметить то, что есть разница между кровью Хайба, между кровью менструации и между кровью, которая называется Истихада. Истихада – это болезненные, постоянные кровотечения женщины, которые не прекращаются, то есть происходят постоянно, а не просто раз в месяц, подобно тому, как происходит менструация. И разница также между этими двумя видами крови, то, что кровь менструальная является кровью венозной, а кровь Истихада не является кровью венозной, но выходит из сосудов, из капилляров, Когда они нарушаются и происходит ранение одного из капилляров, постоянно выходит у женщины кровь и не способна зажить. И редко женщина вылечивается от этого. И если вылечивается, то бывает так, что она страдает этой болезнью годы. Бывает так, что страдает годы, затем приходит излечение. И есть разница в постановлениях шариати между этими двумя видами крови. Что касается физического отличия, то одна кровь также отличается от другой. Кровь хайда бывает темного цвета и имеет неприятный запах. А кровь из хайда бывает светлого цвета и не имеет неприятного запаха. То есть это обычная кровь, подобно тому, как бывает кровь у человека. Обычного цвета и выходит из капилляров, из сосудов, так как если ты поранишься, например, в руку. Просто у женщины выходит из полового органа. Что касается разницы, в чем в постановлениях, то во время менструации женщина не совершает намаза и не держит урозу. Что касается крови истихада, то во время выделения этих кровотечений женщина совершает урозу и совершает намаз. И половой акт во время менструации запрещен, а во время истихады разрешен. Это разница между этими двумя видами крови. Так вот, эта женщина Фатима бин Табихубейша, радия Аллаху Анга, пришла к пророку и сказал ему о том, что у него есть постоянные болезненные кровотечения. И она не знала постановления. То есть эти болезненные кровотечения запрещают женщине совершать намаз или все-таки она обязана этот намаз совершать. Пророк сказал ей, сказал нет, не оставляй намаз. Почему? Потому что это не менструальная кровь, но это кровь, которая выходит из-за пореза сосудей, из-за пореза капилляра. Но говорит, оставляй намаз столько дней, в течение которого у тебя бывает менструация. А затем возьми гусль и совершай намаз. Как это понять? То есть женщина, у которой истихада и постоянные болезненные кровотечения, бывает такое, что женщина не способна отличить, когда у нее хайт, а когда у нее истихада. То есть несмотря на то, что у нее истихада есть болезненные кровотечения, все равно каждый месяц у нее приходит хайт, так или нет. То есть менструальная кровь, венозная кровь все равно приходит каждый месяц. И бывает так, что женщина не способна отличить, когда у нее истихада, а когда у нее хайт. Поэтому пророк, салаллаху алейкум, указал этой женщине, что раз она не способна отличить одну кровь от другой, то есть ни по цвету, ни по запаху, то пусть отличает одну кровь от другой по периоду. То есть если она знает, что у нее, например, менструация приходит в конце каждого месяца, в такой-то день, и длится, например, 5 дней или 7 дней, то говорит, в эти 5 дней и 7 дней оставляй намаз, намаз не совершай, как будто бы у тебя сейчас менструация. И потом, когда у тебя обычно менструация заканчивается, в какой день обычно заканчивается? Бери гусль, подобно тому, как ты берешь гусль после менструации, так, и совершай намаз, несмотря на то, что кровь продолжает выходить. Потому что эта продолжающаяся кровь уже не кровь менструации, а в постановлении крови какой? В постановлении крови истихады. Вот это постановление относительно этого вопроса. Этот хадис приходит у Бухарии, муслима. У Афири Ваятин, а в одном из ревятов этого хадиса приходит, то, что пророк, салаллаху алейкум, сказал, это твоя кровь, это не кровь менструальная. А когда приходит хайб, то есть, когда приходит время хайда, время менструации, то оставляй в это время намаз и не совершай его. А когда пройдет количество дней, которые у тебя обычно бывают хайб, то смой с себя кровь и совершай намаз. Смой с себя кровь, имеется ввиду, возьми гусль. Не просто смой кровь, но имеется ввиду, возьми шариатский гусль, подобно тому, как он берется после менструации. Говорит, говорит, какие непонятные места есть в этом хадисе, точнее, непонятные слова или фразы. Говорит, залики приходят с касрой над каф. Говорится более правильно, с касрой над каф и не говорится под каф. Несмотря на то, что каср в действительности пишется под буквой, но арабы говорят, бель касра аляль каф, над буквой каф. Почему не говорится залика, а говорится залики? Потому что обращение идет кому? К женщине. Далее, вторая непонятная фраза или слово, что такое? То есть у тебя произошло разрушение или что, порез сосуда. Как пришло в одном из риваятов этого хадиса. И в арабском языке такой сосуд, которого происходит ранение у женщины в половом органе, называется Аль-Азиль. И он говорит, перед выходом, то есть в ближайшей части матки, они на дне матки. А что касается менструальной крови, то она, говорит, выходит с самого дна матки, то есть с ее вены. Третье, что значит, когда придет Аль-Хайда. Говорит, произошло разногласие относительно того, как читает это слово. Хайда или Хайда. Это слово необходимо читать с касрой, то есть Аль-Хайда. Говорит, я ошибся тот, который читает с Фатхой. Потому что по словам Аль-Хайда не имеется ввиду кровь менструальная, но имеется ввиду состояние, в котором находится женщина при наличии у нее менструальной крови. То есть, когда приходит речь о состоянии, необходимо говорить Аль-Хайда. Если ты имеешь ввиду саму кровь, кровь тогда говоришь Аль-Хайда. Говорит, ваджеву ваза Аль-Кады Айяк, вагиру Аль-Фатх, вауаква. Говорит, шейх Абдулла Аль-Бассам, но Акады Айяк указал на то, что разрешено произносить это слово с Фатхи над Ха. И это мнение более сильное. Потому что здесь имеется ввиду именно кровь, а не просто состояние этой женщины. Четвертое непонятная фраза в этом хадисе. То, что фраза в этом хадисе, То есть переводится на русский язык и так, и так. Говорит, потому что у Бухарии муслима пришло именно фадари, а не слово фатруки. Это, иншалла, понятно. Это просто какая-то файда из слов, которые пришли в реветах. Говорит, какой вообще смысл этого хадиса. Говорит, закорот, фатима бинт Абихубейш, Линнаби, салаллаху льву салям, Анна дамали стихадати юсибуа. Говорит, фатима бинт Абихубейш, Указала пророку, салаллаху льву салям, То, что ее постигло Болезненные кровотечения. Говорит, фалай анкатриу анха. И эти кровотечения не прекращаются у нее. И она задала вопрос пророку, салаллаху льву салям, Необходимо ли ей оставлять намаз из-за наличия этой крови. И тогда пророк, салаллаху льву салям, ответил ей, Нет, не оставляй твой намаз, но продолжай его совершать. Потому что намаз оставляется только из-за крови менструальной. А это кровь, которая постигла тебя, не является кровью менструальной. Но это кровь, мунфаджир, то есть которая вышла из-за пореза. Говорит, а если, говорит, дело с тобой происходит так, как ты упомянула, То, что кровь продолжает у тебя выходить даже в те дни, В которые обычно у тебя приходит менструация, То есть такая же кровь, и ты не можешь отличить одну кровь от второй, А также в другие дни, То оставляй намаз только в те дни, в которые у тебя обычно бывает менструация. А когда эти дни прекратятся, То соверши шариатский гусль, И смой из тебя кровь, А затем совершай намаз. Даже если кровь болезненная, кровь из тихады продолжает у тебя выделяться. Говорит, какие постановления и какие полезные моменты берутся из этого хадиса. Первое, Указание на то, что существует разница между кровью болезненной, То, что называется истихада, И между кровью менструальной, То, что называется даму л-хайд. Говорит, что касается крови истихады, болезненной крови, То, говорит, она мутлак, То есть не связываясь с каким-то конкретным временем, Может идти постоянно, не прекращаясь. Не имеется ввиду, что каждую минуту идет. Не это имеется ввиду. Постоянство, то есть каждый день или через день, То есть женщина в какой-то определенный постоянный период, Частый, Срадает от болезненных кровотечений. А что касается, говорит, крови истихады, То он приходит обычно в определенное время, В определенный период. Второй полезный момент из этого хадиса, То, что выход крови истихады, то есть болезненных кровотечений, Не запрещает женщине совершать намаз, А также все остальные виды поклонений. И можете у себя подписать, Что этот вид крови также не запрещает совершение полового акта, Также не запрещает совершение полового акта, В отличие от крови менструальной. Говорит, третье, Указание на то, что менструальная кровь, ее выход, Запрещает женщине совершать намаз, И после, Если она оставляет намаз, допустим, в течение пяти или семи дней, Когда у нее есть хайд, Потом после хайда она этот намаз не должна возмещать. Ибн Дакик Аль-Ид указал на то, Что это постановление, Можно о нем сказать, что оно, Относительно него есть единогласное мнение, Как в первых поколениях, так и в поздних поколениях, И противоречили в этом только хариджиты, Только хавариджи. То есть хавариджи имеют убеждение, Что если женщина пропускает какие-то намазы во время хайда, То после хайда она должна эти намазы возместить. И это мнение является неправильным, И правильное мнение то, Что женщина не возмещает те намазы, Которые она пропустила во время менструации. В отличие от уразы. Уразу, если она пропустила из-за менструации, В месяц с Рамадан, То она обязана эти дни возместить. Говорит четвертое, что берется из этого хадиса, то что та женщина, которая болеет болезненными кровотечениями, если она знает количество дней и тот срок, когда приходит у нее менструальная кровь, то она должна опираться именно на это. Здесь нужно обратить внимание, что это если в том случае, когда женщина не может разобрать одну кровь от второй, тогда она опирается на срок и на период. Если она способна отличить одну кровь от второй, тогда она не опирается на период. То есть она убеждена, что сейчас идет менструальная кровь. Даже если период еще не пришел или уже наоборот прошел, она все равно оставляет намаз, потому что способна отличить по цвету крови или по запаху. Понятно? А что касается опоры на период или на определенный срок, то к этому женщина возвращается, только если не способна отличить физически одну кровь от второй. Говорит, сумма тахтасиль баада инкибаа ига. И после того, как у нее закончится период менструальный, она должна взять гусль после него. Литакума айяма тугриа бель аибадат. Чтобы те дни, которые пришли после ее очищения, она могла совершать свои поклонения. Аль лати татаджин набага аль хаид. Которые сторонится только та женщина, у которой менструация. Теперь пятое, что берется из этого хадиса. Анна дама наджис яджибу хаслау. То, что кровь является наджисом, является нечистотой и необходимо ее смывать с себя. И это мнение является неправильным, которое высказал здесь шейх Абдулла Аль-Басан. Правильное мнение, что кровь человека является чистой. То есть, если человек порезался, например, и кровь попала на одежду, то эта кровь является чистой. Так же, как кровь из тихады, то есть, кровь болезненная из женщины, которая выходит из полового органа, тоже является чистой. И не является наджисом. И наджисом является только та кровь, которая является менструальной. Менструальная кровь является чистой. Что касается этого хадиса, то пророк, салаллаху алисаляма, сказал в нем, Смой с себя кровь. И в этом нет указания на то, что любая кровь является наджисом, является нечистотой. Потому что под кровью, в этом хадисе, имеется ввиду менструальная кровь. Почему? Потому что пророк, салаллаху алисаляма, сказал, Когда у тебя закончится менструальный период, смой с себя кровь. Имеется ввиду какую кровь? Кровь менструальную. Таев говорит, шестой полезный момент. То, что не является обязательным для той женщины, у которой постоянные болезненные кровотечения, Брать гусль перед каждым намазом. То есть есть мнение у обладателей знания, которое опирается на некоторые слабые хадисы. То, что женщина, у которой постоянные болезненные кровотечения, должна брать гусль три раза в день. Перед намазом Фаджер, когда зайдет его время, когда зайдет время Зухара, Она берет гусль и совершает с этим гуслем два намаза, Зухар и Асар. И потом берет еще один гусль, когда зайдет время Магриба, совершает с этим гуслем Магриб и Эйша. Но это мнение является каким? Является неправильным. И правильное мнение заключается в том, что женщина берет гусль только однажды, Когда у нее закончится менструация. А после этого она берет перед каждым намазом только вуду, только малые омоления, как обычная женщина. Далее говорит. Седьмой момент, который берется из этого хадиса. Понимание этих слов внешне является сложным. Потому что пророк в этом хадисе не упомянул необходимость гусля. Вместе с тем, что известно, что гусль обязательно нужно взять после того, как у женщины пройдет менструация. И правильный ответ на это затруднение заключается в том, Что этот риваят, хоть в нем и не упомянут гусль, но необходимо его понимать, что гусль в этом приказе содержится. Потому что в другом риваяте этого же хадиса, в достоверном риваяте, пришло указание на гусль. Где пророк сказал, вахтасили, то есть смой себя кровью и возьми гусль. Этот хадис или этот риваят приходит у Ибн Маджа и у имама Ахмада. Этот хадис понятен и его постановления, иншаллах, ясны.